Друзья, всем привет! С вами Пират и мы продолжаем играть в Prison Architect, продолжаем строительство нашей тюрьмы. Я обещал, что подожду, пока у нас закончится долгоскрочный вклад, но я придумал другое, как можно заработать денежек и продолжить играть, не дожидаясь вот этих вот денег. Также нам писали, что нужно поставить... Нужно поставить камеры, чтобы вот здесь вот видеть, что происходит. Будет очень хорошее замечание, поэтому будем ставить камеры, видеонаблюдение именно. И вот здесь есть продать акции, поэтому мы продаем немножечко совсем акций, даже вот столько-то хватит. И есть такое решение, как заработать денег, это освобождать людей по УДО. То есть слушание УДО, они его проходят и досрочно освобождаются. За счет этого зарабатываются денежки, плюс приходят новые, постоянно заключенные, и денежек становится больше. Вот так вот. Так что давайте делаем то самое УДО. 5 на 5 оно должно быть. Объекты комнаты. Сейчас, вот мы его сначала отметим. 5 на 5. Вот такое вот оно должно быть. Отлично. Теперь материалы. Кирпичная стена. И вот здесь вот будет довольно много различных комнат, да. Ну вот одна из них это комната УДО. Объекты. Так, ну здесь ставится. Потом еще нужно будет сюда поставить. Единственное, это стол для посетителей. Сейчас приблизимся. Вот он, стол для посетителей. Вот так вот. Вот эту штуковину не так надо поставить. Объекты. Дверь. У нас даже на складе одна дверь есть. Вот, вот так. Вот так вот это нужно поставить. И комната УДО будет готова. Дальше нужно сделать программы. И здесь начать слушание УДО. Да, 13 человек в очереди. Начинаем. Нет оборудования. Оборудование скоро будет. Давайте скорость. Ну на двоечку. Нет, даже на троечку нормально. В принципе. Мы всего-то сыграли 14 дней. У нас там 7 серия. Да, мы по 2 дня за серию играем. Это довольно-таки неплохо. Свидания тут организовываются. Да, значит. УДО будет делаться. Давайте продолжим немножко отеплять нашу тюрьму. Вот здесь вот так же кухонку утеплим. И вот здесь вот. Это мы столовую вернее утеплили. А так же кухонку. Но я вот тут так вот одну батарею поставим. Возможно кухня будет расширяться. Так же здесь вот. Две батарейки не помешает. Пу-пу-пу-пу-ру-пу-пум. Так вот здесь вот. Значит. Отопление. И в комнате для посетителей. Так же отопление. Теперь заходим в инженерию. Да. И проводим здесь электричество. Электричество. Да прям вот так вот мы его прокинем. Да? Нет. Прям вот так вот мы его прокинем. Здесь хотя бы можно подойти к нему. И мы сделаем чулан. У нас есть вот такая вот фиговина. Но это же не чулан. А чулан это комната, в которой оно вообще должно все стоять. В принципе это мне это нравится. Единственное, что я бы наверное все-таки его в здание поместил бы. Дорого наверное будет. Пока что мы этом не будем трогать. А вот здесь вот это будет второй корпус. Вот этого самого чулана. И здесь будет именно отопление. Вот сюда вот раскидываться. Теплое. Значит, как это будет выглядеть. Объект. Дверь. Он будет вот отсюда. Как минимум. Вот так вот он будет. Инженерия. Здесь будет водонасосная станция. Стоять. Почему я не могу поставить? Потому что трубы мешаются. Зашибись. Трубы надо снести. Сносим эти трубы. Да они вообще вот здесь в принципе не нужны. Вот так вот именно. Эти трубы. Потому что мы сюда вот проводили. И теперь. Так. Видите. Вот скоро сводится один человек. Слушание пошло. Будо похоже работает. Уровень опасности почему-то растет. Я не знаю почему. Но скорее всего из-за тепла. Теперь ставим здесь. Ту самую станцию. И тот самый. Водяной котел. Также делаем объекты, материалы. Кирпичная стена. Дорисовываем. А. У нас уже денежка кончилась. Ну печалька. Печалька. Нам же нужно еще трубы вроде как прокинуть. Интересно. Слушание уже было. Будо или нет. В принципе. 11 часов. Возможно и было. Так. Инженерия. Это все нужно к электричеству как минимум подключить. Трубы наверное все-таки дорогие. Да нет. 12 долларов. Вообще фигня. Серьезно. Вот так вот прокидываем это все. Вот так вот. Сейчас мы все соединим. В принципе денег они почти не стоят. Но у нас они уже кончились. 21 доллар остался. Буквально на последнюю денежку живем. Сейчас какой-нибудь прибыль придет. Хоть немножечко. В принципе можем вот здесь вот прицепиться. И уже пойдет теплая вода у нас. По тем самым трубам. Ну прибыль. По 2 доллара ставлю. Ну смотрите. В принципе хватит наверное. Или почти. Ой. У нас прибыли вообще 8 долларов там. Все. Хватило. И слава богу. 1 доллар остался. Вот это мы конечно в ноль. Живем. Посмотрим. Да. Теплая вода пошла. Сюда. 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 Везде она пошла. Вот сейчас последнюю ставят. Все. Теплая вода везде у нас есть. Денежек как обычно нету. Блин. Ну вот у нас сейчас новый человек доставится. Давайте. Что мы отправим. А. Нам нужно отправить вот этих кинологов. Патрули и тому подобное. В принципе. Вообще это не проблема сделать. Я вот здесь где-то и думал сделать эту оружейную комнату. А так же. Для собачек у нас. Не помню как называется эта комната. Псарню. Да. Псарню можно на улице даже сделать. Я видел делают просто. Ограждают клетками. И там типа псарня. Тоже довольно таки прикольно выглядит. Ага. Вот сюда мы не довели трубы наши. Денежка пошла в минус. Потому что у нас уже на два меньше заключенных. А почему нам их привезут? 600 долларов через 11 часов. Давайте. А как так? А. Вот так вот. То есть. Соотношение. Да. Я бы наверное набирал уже средний режим какой-то. Хотя нет. Не нужен нам средний режим. А. 600. А если средний 800. А ну. Все закрыть. А если такой. Ох. Вообще. 2000. Если мы диких привезем каких-то псов. Давайте вот этих диких псов привезем на 2000. Серьезно. Я думаю что. Не помешает. Живут же они у нас как-то. Не воюют. Да. Возможно вообще каких-то дурных привезут. Что им не нравится. Давайте. Посмотрим. Нужды. Да. Нужды. Нужды. Хотят. Одежду. Хотят. Да. Но. Наркотики. Алкоголь. Помолиться. Литературу. И роскошь. Тут мы. В принципе. Все. Даем. Но. Сон. Сейчас. Тоже. Восстановится. Они. Только. Вот. Должны. А. Это. День. День. Они. Нет. День. Ночь. У нас. Да. Сон. Не. Должен. Восстановиться. Вот. Сон. Да. Сейчас. Восстанавливается. А. Не восстанавливается. Также. Я видел. Что можно на кухню. В принципе. Отправить. Людишек. Рабочих мест. Три. Отправляем. Такую. Штуковину. Ставим. И. Отправляем. На. Обучение. Программы. Сейчас. УДО. Начать. Есть. Все. УДО. Сести до десяти. Все. Поехало. И. Теперь. Техника безопасности. На кухне. Вот. Безопасность. И гигиена. На кухне. Начать. Все комнаты заняты. В смысле комнаты заняты. Проводит повар в кухне. Продолжительное занятие два часа. Каждому заключенному требуется плита. По желанию. Практика. Низкая сложность. Проводит повар в кухне. Как это комнаты заняты. То есть ты хочешь сказать, что здесь вот чего-то не хватает? Не понимаю. Не понимаю. Может из-за того, что УДО идет. Но слушание АБУДО идет. Сейчас должны привести заключенного. Только какого? Мне интересно. Ведет слушание. А ну иди сюда быстрее. Что за фигня? Тут есть кто-то? Нет. А, вот они ведут его. Смотрите. Посещает программу. Может когда вот это вот слушание АБУДО закончится, можно будет и на кухню как-то отправить людишек. Ну посмотрим. Главное, чтобы он не порубил вот этих всех. Я там где-то читал, что сейчас расстановка. Вот здесь вот пускай лучше кто-то будет на посту. Потому что часто-часто вот этот вот чувак, которому отказывают в освобождении, начинает нервничать. Так, денежка у меня есть. Сейчас у нас... Ох, вообще каких-то зверюк привезли. 25 годам. Тут тоже обыск. 24, а этому 36. Блин, я не могу его выбрать. Ладно, давайте тому, что 36. Характер, нету опыта. И оценка различная. Так, ну что там? Реформа ведется. Хорошо, денежек у нас 1600. О, и у нас и... Смотрите, сразу прибыль в плюс. Так, ну хватит вот этих вот привозить нам. Доступно 50 человек этих, вообще соточка. Лучше вот этих вот, везите. Следующее прибытие. Не-не-не-не-не. Отпустили, походу, у нас серьезного тут чувачка. А куда он, вверх ушел или вниз? Не знаю. Ну ладно, приедет еще один злюка. Фиг с ним. Пускай приезжает. Вот так вот зарабатываются, в общем, денежки. Так, сотрудников устало двое. 10 человек ждут слушания. Ну вот эти вот слушания будут проходить, пока не закончатся вот желающие. Так, еще я хотел что-то сделать. Да, вот вспомнил. Здесь достраивали эти чертовые камеры и не поставили окна. Вот они, окна. Тут их тоже нужно установить. Вот так вот. Пока они там шарятся. По-моему, в трех камерах. Сверху и снизу. Да, все. Тогда будет получше. Оценка камер. Так, инженерия. Добавить же сюда трубу нужно. Давайте добавим сюда трубу. Вот так вот. И дальше, в принципе, тоже это инженерия. Установим вот такие вот штуковины, которые будут открывать у нас двери автоматически. Давайте вот здесь его еще поставим. Здесь, здесь. Чего не вставишься? А, вот так вот. Наверное, потому что здесь и здесь. Все. Вот эти вот двери и вот эту дверь тоже. Теперь соединить. Соединяем. Главное, я знаю, что нужно от системы управления тянуть уже к приводу. Потом сюда. То есть, мы тянем и сюда. Это, думаю, немного будет дверей. В принципе, это третья. Вот это четвертая. Вот это пятая. И все. Да, больше мы вроде бы не наставляли. Хотя, вот эту даже нужно было бы, нижнюю я имею ввиду, вот эту можно было бы не прицеплять, так как она чисто для того, чтобы никто вот так вот не скользанул кругами, например, вот сюда. Здесь, при том, у нас будет оружейная комната. Можно потерять оружие или еще что-нибудь. У нас здесь показано, что электричества нет. А как так? Где-то что-то перебилось, да? Ну да, я удалял, наверное, трубы. И вот перебил тот самый кабель электричества. Сейчас все будет работать. Теперь за пультом стоит у нас охранник и должен, в принципе, открывать все эти двери. Сейчас посмотрим, как это работает. Да, все, освещение тут прошло. Да, вот спокойно выходят. Теперь не нужно ждать, пока им откроют двери. Давайте сегодня закончим вот этот патруль кинологов и патруль вооруженных охранников отправим. Доделаем. То есть нам нужно здание, комнаты. Псарня. Псарня будет у нас по-любому в этом вот помещении. Для начала все-таки доделаем вот здесь кирпичную стену. Теперь. А вот так вот, я думаю, будет нормально. Вот оружейная комната, вот псарня. В псарне будет вход с двух сторон. Объекты. То есть здесь по-любому. А можно там вообще дверь с дистанционным управлением. Да, вот комнату вот этой охраны. Я хочу, чтобы именно такая была дверь. А в псарню, в принципе, здесь обыкновенная дверь. А здесь служебная дверь вот отсюда. Вот так вот я прям сделаю. По такому феншую все. Да, и сюда нужно, конечно же, привод этот самый установить. И теперь соединить. Сейчас мы подождем. Где-то должны нести вот этот привод. Сам несут. Да, все. Теперь это круто все здесь работает. Как минимум. Почему здесь какие-то странные... Ну да ладно. Свет везде достает. Все хорошо. Теперь размечаем. Это у нас как псарню. Вот. А это у нас оружейная комната. Все. Тоже отлично. Теперь добавляем объектов. Но у нас почти кончились денежки. Давайте псарню для начала. Да, вот так вот. Блин, по 100 баксов. Дорого. Давай-ка 2. Нам же нужно 2 собачки. Что сюда еще нужно? Размер минимум 5 на 5. А что оно не 5 на 5? То есть ширина должна тоже быть 5. Псарни. А сколько здесь ширина? 4. То есть нужно немножко выше. Псарня. Блин. Вы прикиньте, а сколько будет стоить денег? Сейчас снести вот эту стену и переставить ее чуть выше. Это капец. Это просто капец. Псарня. Где она? Вот она, псарня. Самое, что интересно, как-то так все по-кривому стоит. Ой, нам бы денежек побольше. Ну вот, УДО проводится. Возможно, кого-то сейчас освободят. И нам денежек дадут. Потому что нужно сделать именно вот так вот. Посмотрим. Здесь получается, либо крыши нет, либо что-то типа того. Оно в закрытом помещении должно быть. Да, замкнутое пространство с дверями. Ладно, подождем. Денежки. Ой, нам вознаграждение за долгосрочное освобождение. Да, 3000 вознаграждения. Неплохо. Да, теперь можно сделать ту самую стену кирпичную. Объекты. Псарня, в принципе, готова. Да, тут кроме, блин, собачьей клетки ничего не должно стоять. А вот здесь уже оружейная стойка, которая стоит косарь. Прошу заметить. И два шкафчика охраны. Каждому охраннику нужен шкафчик. Почему ставлю два? Потому что нужно нам два охранника. Как раз здесь будет место, чтобы больше установить этих самых шкафчиков. Возможно, добавить охранников побольше. И вот это нужно бы нам демонтировать. Демонтировать. Объекты. Поставить, поставить. Вот так вот. Плюс персонал. Кинолог. Раз, два. Вооруженный охранник. Полтора косаря. Ё-моё, блин. Где здесь столько денег? Да, вот собачки здесь у них будут спать. Отлично. И то есть, с ним куда удобно, туда они будут и ходить. Так. Отправить нужно теперь их в патруль. Патруль охраны. У нас он один остался. Вот здесь вот. Пускай они здесь ходят. Патруль с собаками хорошо будет пронюхивать у нас вот эти вот заборы. Чтобы они подкоп не сделали. Поэтому вот так. Электричество нужно провести. Забыл я. Ну, бывает. Вот так. И вот так. Всё. Две собачки готовы. Пускай охраняют. Входят. Инженерия. Пока у нас есть ещё денюжки на кабель. Нужно его проложить. Вот так вот проложим кабель прям под асфальтом. Ну, неплохо. Да. Нужно строить всё-таки блок Б. Тот самый. Который принесёт нам дополнительное количество заключённых. И больше денюжек за счёт этого будет. А, вот сюда ещё нужно. Инженерия. Кобелёк. А денег уже нету. Один доллар остался. Офигеть. Ладно. Ладно. С собачками кушают, отдыхают. Ну, отлично. Да, единственное, что здесь я стол не поставил ещё. Но денег и так нет. Поэтому. Вообще не факт. А что это такое? А. Это просто осталось. Тут дверь была похожа. Тихо. И постоянно слушатели Абудо ждут. Ну, вообще, когда-то закончится. В очереди двое. Закончили два человека. Прошли курс успешно. Сто человек. О, и сто процентов людей. Неплохо. Да, нам бы организовать работу и тому подобное было бы неплохо. Сейчас придёт нам заключённый ещё один. Да, у нас вот спокойные есть, нормальные. И опасных у нас уже пятеро. Но я бы для опасных именно оставил бы вот этот вот блок. Интересно, можно как-то распределять, чтобы именно опасные здесь были или нет? Наверное, как-то можно будет в будущем там сверх... А, там вообще будет сверх строгий режим и тому подобное. Поэтому. Ну, акции неохота продавать. Мы и так уже на 90% только имеем. 10 продали. Выкупить их будет... Если продать 9 тысяч, выкупить почти 11. Ну, давайте продадим ещё 10. Потому что нужно закончить этот грант. Объекты нам нужен стол. Вот он, стол. Где... Да я бы его вообще как-то по центру бы ставил. Ну, да ладно. Давайте вот здесь вот его поставим. Плюс наберём двоих... Охранников. Ну, да отлично. Всё. Вооружённые охранники и бабки вообще в минус. Потому что, я думаю, они зарплаты требуют вообще нереально. И через 22 часа у нас долгосрочный клад вернётся. У нас сейчас в патруле нет двух собачек, как я понимаю. Да? Да, потому что они спят. Как только они отправятся в патруль, мы назначим вооружённых охранников в патруль также. Так что ждём, пока они выспятся. Наверное, всё-таки четыре собачки нужно, чтобы там пока две спят, две патрулируют. Ну, и наоборот. Так. В патруль отправились? Вроде как да. Да, вот, отправились они в патруль. Теперь заходим, расстановка, вооружённый патруль. Вооружённый патруль у нас будет ходить, 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 ходить. Если... Где бы его поставить? Чтобы вдруг заваруха или тому подобное. Я бы вообще его как-то... Вот здесь вот... Поставил бы. Вот так. И сейчас выполнится этот самый грант. Есть. Всё. Отлично. Да, вот здесь вот у нас будут вооружённые охранники. Как раз по центру ходить. Теперь они подумают, чтобы прыгать на нас или нет. Давайте посмотрим. Нам большое количество денежек приплыло. К нам приехал ещё один заключённый. Посмотрим отчётик. И посмотрим нужды. Нужды. В душ хотят. В душ скоро у вас будет. Как минимум. Потом вы облегчаетесь и тому подобное. Потребности сотрудников. В принципе, на грани только тепло. А, чего? А, я вспомнил. Да, нам же нужно вот сюда ещё тепло всё это провести. Вот сегодня мы, в общем, проводим сюда тепло. Как раз мы дождёмся, чтобы у нас пришёл последний грант. Вот берём батарейки. И вот здесь вот их везде расставляем. Сейчас мы прокинем это самое отопление. Прокинем то самое отопление. В морге не надо, я думаю, это морг. А в лазарете вот две батарейки не помешает. И, в принципе, всё. У нас везде будет тепло. Единственное, что сейчас прокинем батарею. У нас вообще всё рядышком. Вот так. Хоп. Вот так. Хоп. И как-то вот так вот вроде хоп. Сейчас смотрим. Да, всё правильно я прокинул. Заходим в логистику. Можем посмотреть питание, как у нас. Спрос 20, предложение 20 плюс 0. Ну, вот печалька, наверное. Я так думаю, что уже столовая не особо, наверное, успевает. Нужно её побольше сделать. Ну, наверное, в следующих сериях, конечно. Если мы... Плюс ещё... Что это у нас? А, оценка камер. Да, вот та самая оценка камер. Все у нас они на четвёрочку. Неплохие камеры. И температура. Да, вот здесь вот ещё пока что холодно. Здесь везде тепло, где они у нас... Ну, в псарне холодно. 11 градусов. Мне кажется, что... Да, не хочу, чтобы собачки мёрзли. Серьёзно. Люблю я собачек, поэтому не хочу, чтобы они... Мёрзли у меня. Прямо две батареи поставим. И тоже отопление прокинем. Жалко мне очень собачек, что они мёрзнут. Так. Давайте быстренько делать. А, смотрите, они вообще обходят, чтобы не бегать. Хотя тут всё открывается автоматом. Камеры мы, конечно, сегодня не успели поставить. Как минимум, можно зайти, прокачать это наблюдение, поставить. Ну, шокеры. И пока что это всё мы не будем делать. Офшоры какие-то. Ну, ладно. Это всё для финансов больше придумано. Не достаёт труба. Офигеть. Вот так доставит. Да, там теперь везде всё тепло. Зайдём в логистику ещё раз. И посмотрим ту самую температуру. Да, здесь уже 20. Везде 20. В камерах 20. В карцере 18. Ну, потому что я здесь и не делал батареи. Правильно. В душе. Я 4 батареи поставил. Всё равно 20. Но, видно, больше 20 оно не поднимает. Везде 20. Вот кто замёрз, сможет вообще сюда прийти и погреться. Серьёзно. Тут у нас 27. Просто через склад зайти. Греетесь на здоровье. В принципе, у нас бунтов никаких нет. Денюшка единственная в минус идёт. Скоро прибывает ещё один человек к нам. Слушай, я буду уже ждут 9. В тюрьме посетители у нас есть. Что у нас сейчас? Свободное время питания. Это у нас вечер или нет? Да, это у нас вечер. Откуда посетители? Уже нема никого. Да, вот долгосрочный вклад сейчас придёт. Будем заканчивать. Вооружённые охранники на службе 2 человека. Правильно, 2. А что не так? Почему красным? Нужно больше? Не хочу я больше. И так много денег на них тратится. У нас доход 5.99. Расходы 5.860. Нужно как-то вот... Ну, это нужно заключённых добавить. Да, блок B построить. Сделать 30 заключённых. Реально, на 10 человек каких-нибудь головорезов. Вот здесь вот. Тут у нас ничего нету. Реально, вот здесь вот его нужно и сделать. Комната отдыха. Интересно, там вообще кто-то ходит. Нужно поставить камеры, чтобы понять это. Так, 4 часика осталось. Дождёмся, дождёмся. С утра придут денюжки. Хочу посмотреть, сколько их придёт. 12 часов у нас головорезы идут только с обеда. Возможно, это с одной стороны и неправильно. Вот они в час только сейчас лягут спать. Они вообще спать ложатся. Интересно. Да, вот все спят, кроме головореза, в этих 2 часа ночи полторого. Спать они что-то не особо хотят. Ух, ё-моё, а чё ж так деньги минус? Прибыль, прибыль, прибыль. Хорошая прибыль. Чё у нас всё в минус пошло? Минус 2000. На что пошла? Зарплата какая-то, может, или что? Куда денежки делись? Так, инженерия. Я забыл поставить, да? Проводку. Почему я не вижу проводочку, серьёзно? А, вот она, выше. Вот так вот. Потому что у нас она здесь подключена, но... Ни фига не работает. Сейчас будут открывать уже человек вот здесь, вот, который сидит за системой управления дверьми. Так, денежка пришла, денежка пришла. Всё, в общем. Денежки пришли, ждут свидания. У нас всё хорошо. Единственное, что я бы поднял количество доходов нашей тюрьмы. А именно, сделал бы ещё один блок. Наверное, какое-то образование бы поставил. Плюс немножко расширился. Где сделать этот блок? Ну, будем делать всё где-то здесь сверху. Потому что здесь снизу будут различные у нас лесопилки и тому подобное. Значит, вообще у нас сбежать с тюрьмы реально вот в туалете прокопать дырку и... И всё, и нет тебя. Либо где-то здесь можно вообще стену выбить и выскочить. Не знаю. Забежать с тюрьмы, конечно, довольно-таки легко, но будем надеяться, что у нас будут порядочные... Порядочные зэки, которые отсидят срок, либо выйдут досрочно. Вот уже тут ждут посетителя. Он в патруле даже сюда ходит. По-моему, я тут не назначал. Ну да ладно, ребят. На этом у меня всё. Подписываемся на канал, ставим лайки, оставляем свои комментарии. А с вами был Пират. И играйте только в хорошие игры.